Приветствую вас! Как правильно вам сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, начинать нужно, надо бы начинать, не с определения того, надо ли, значит, мужчине быть с вами в отношениях или не надо, а начинать нужно скорее с того, откуда и по какой причине у вас случился приступ ограждения. То есть, по какой причине это произошло? Вот. Ну, у вас. Что случилось? Вот. Что была вспышка агрессии. Потому что агрессия это с одной стороны реакция на угрозу, на страх, какой, 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 какой-то страх. Вот. с одной стороны. А с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, спичка агрессии это, как правило, некие неопреагированные чувства, неопреагированные эмоции. а вспышка агрессии, также, это страх. Например, страх перед тем, допустим, ну, страх, допустим, перед тем, что вы можете своего молодого человека потерять. То есть, вы можете бояться того, что молодой человек уйдёт. Об этом, отчасти, свидетельствует ваша, ну, ваша позиция, ваша позиция, что вы рыдаете, что вы плачете. Вот. И так далее. то есть, отчасти, отчасти, следствием агрессии, точнее, причиной агрессии, может быть, всё вот это, всё, что я назвал. И до тех пор, пока не будет выявлена причина, да, до тех пор, пока не будет выявлен, ну, выявлен факт, а факт, появление агрессии у вас. Вот. Вот это можно говорить о том, что молодым человеком у вас действительно что-то получится, что молодым человеком у вас действительно что-то будет. нет. И так далее. Вот. Потому что, и он, и вы, скорее всего, знаете, что вспышка агрессии повторится. Это будет. Это произойдёт. и ваши обещания, они здесь, в данном случае, даны на эмоциях. То есть, это ваши обещания, даны на эмоции. Потому что, по факту, вы не делаете ничего, чтобы вспышки агрессии не было. Вспышек агрессии, точнее, не было. Вот. И это вообще, конечно, вопрос, больше, к вам. То есть, если вы заинтересованы в том, чтобы, чтобы ваш мужчина, например, был здоровым, да, и чтобы с ним, допустим, ничего, ну, ничего не происходило плохого. Вот. Если вы действительно заинтересованы в этом, то, я в таком случае, думаю, что имеет, имеет смысл как-таки поработать над тем, чтобы понять и как-то подкорректировать то, что стало причиной вспышки агрессии, если вы даже подняли на него руку. Вот. А на это требуется время. И уже потом, после этого, взаимодействовать с молодым человеком на, ну, на новом уровне, да, то есть не на том уровне, на котором вы, допустим, взаимодействуете с ним сейчас. Значит, подняла руку на молодого человека. Знаешь, что? Что вообще произошло? Что вас так заделать? Он сказал, что меня простил. что вы думаете? здесь, опять же, нужно заметить, что то, что мужчина говорит, да, это не то, не то же самое, что мужчина делает. То есть, мужчина может говорить все, что угодно, но если он не делает чего-то, то это является ключевой аспект. И потому, для вас, здесь, важно понять, что мужчина судит не по его словам, а по его действиям. вот. А вы, соответственно, мужчине доверяете именно по словам за словам. Что говорит о том, что вы, ну, не совсем уверены в себе, или не совсем хорошо знаете мужчин, у вас не очень большой опыт взаимодействия с ним, с ним. Вот. Что, что в принципе, что в принципе купируется, что в принципе корректируется, ну, если, конечно, для этого есть желание. Если, на это у вас есть желание, ну, именно ва, именно ваше желание. Если есть, то все это корректируется. И обучается. То есть, можно обучиться, понимать, мужчин. Дальше. Он сказал, что меня простил. Простить, да, простить. Значит, понять. Простить, значит, принять. Точнее, вот так скажем. Простить, значит, принять, а принять, значит, понять. Но. Для того, чтобы понять, нужен, нужен ресурс. Нужно желание. То есть, это не просто, знаете, ум. Ну, не просто так. Не просто так. Не просто так. Это нужно именно, нужны определенные ресурсы, чтобы понять, почему человек поступил так. нужна определенная степень, определенный уровень близости. Близости. Вот. Что, кстати говоря, тоже очень важно. И в чем, кстати говоря, я сомневаюсь. То есть, я сомневаюсь в том, что вы близки молодым человеком. По-настоящему. Ну, то есть, эмоционально близки. Вот. Я в этом сильно сомневаюсь, потому что, ну, то, что, то, что между вами происходит, то, как он себя ведет, говорит о том, что вы, если близки, то весьма и весьма условно. Потому что, ну, ударила женщина мужчину. И что? в этом, что такого страшного, что он сделал из этого трагедии. Что там? Сердечный приступ? Ну, не знаю. Сердечный приступ, конечно, неприятно. Но если человека любишь, если женщину любишь, то как-то не будешь обвинять, во-первых, ее в том, что у тебя случился сердечный приступ, потому что сердечный приступ это твое личное заболевание. Вот. И акцент на этом внимание, внимание, акцентирование на этом внимание, провоцирует женщину на то, чтобы она жалела. То есть, мужчины, по сути, манипулируют вам. Вот. Я не знаю, готовы ли вы принять это или нет. Вот. Ну, вообще-то, для женщины, как для существа, скажем так, эмоционального, да, более логично, более приемлемо ударить мужчину. Вот она не всегда справляет со своими эмоциями, и, в общем-то, это, это вполне нормально. Но вас, мужчины, так не считают, что интересно. А, ответили мне, как вопрос. Что это за мужчину тогда? Такой. Вот. Что это за человек такой? Что он вот так реагирует на конфликтные ситуации. Вот. Это уже, скорее, связано с вашим, с вашим выбором. То есть, вы выбрали этого мужчину, вы, вы его выбрали, эм, решили, с ним быть, и, соответственно, это уже ваша ответственность. Что вы вот с таким, с таким мужчиной находитесь. Вместе. И, и так. Здесь, основной момент по поводу прощения, это, эм, то, что есть у него ресурсы. Задавайте вас простить. То есть, просто сказать простить, это не то же самое. В ту ночь спали в одной простите из постели. И что? Он меня обнимал, утром приготовил кофе. И что? Днем сказал, что ему нужно подумать. О чем? О чем? Дальше вы пишите, я его умолял вернуться и дать шанс. Здесь вы поступаете деструктивно. То есть, что это значит? Да? Что значит деструктивно? Ну, во-первых, мужчина не сказал, что он от вас уходит. Мужчина сказал просто, что ему нужно подумать. Вы восприняли это как то, что он от вас уходит, и начали его умолять, остаться и дать шанс. То есть, вернуться. То есть, унижаться перед ним. И своим таким поведением вы показали ему, что, во-первых, вы действительно считаете себя виноватой. Это первое. Второе. Второе. Вы показали ему, что вы в нем очень сильно нуждаетесь, что вы без него не можете. Что позволило мужчине ощутить власть над вами. Вот. Что позволило мужчине почувствовать, что вы от него никуда не денетесь, например. И это тоже обусловило его, значит, ну, его поведение. То, как он себя с вами вел. Ведь если бы, если бы вы сказали, ну, хорошо, хочешь подумать, подумать, я не против. Вот, если бы вы спозиционировали бы себя так, то мне кажется, что и мужчина бы сам вел себя, в принципе, гораздо, ну, гораздо иначе, по-другому, по-другому. Далее. По какой причине вы так активно хотите, чтобы он был сфат? То есть, вы унижаетесь, вы просите его вернуться, дать вам второй шанс. Откуда это? Откуда такая, такая модель поведения у вас? С чем связана такая модель поведения у вас? Вы боитесь остаться одна? Вы боитесь быть без него? Вы чего-то еще опасаетесь? Ну, такого, о чем мы не знаем. Вот. Постарайтесь об этом подумать. Потому что, в общем и целом, это очень важный момент. Ваша заинтересованность в мужчине выглядит как зависимость от него, что полностью исключает возможность построения адекватных, равноправных, равноценных, независимых и свободных отношений, в том числе, в том числе, что важно и для него самого. То есть, для мужчины в том числе. То есть, когда вы, грубо говоря, ведете себя вот так, давите на мужчину, он видит и чувствует, что вы в нем нуждаетесь, что вы готовы делать для него все, а это не всегда приятно. Это далеко не всегда, к сожалению, приятно. Но это вы, по-видимому, не учитываете. Потому что, то, что вас волнует, то, что вас волнует именно в этой ситуации, это то, что он от вас может уйти. И, повторюсь, самое главное здесь то, по какой причине вас это так волнует. То есть, если вы любите мужчину, то вы будете уважать его, уважать его выбор, уважать его решение. Как ни бы оно ни было. Даже если это решение, там, направлено на то, чтобы быть без вас. Это его выбор. Если вы человека любите, вы этот выбор принимаете, но вы не принимаете. И дело не в том, что вы поступаете неправильно. Я здесь не для того, чтобы вас обвинять. Дело в том, что нужно понять, нужно именно понять, что за этим стоит. Нужно понять, что мешает вам принять его выбор. Что мешает вам уважать его решение. И что стимулирует, мотивирует вас на то, чтобы вы вот так унижались, чтобы вы вот так обесценивали себя. Не те ли, не те ли, не те ли самые чувства, что и обусловили вашу агрессию, проявление агрессии. А может быть, вы уже тогда боялись потерять своего молодого человека. И именно поэтому агрессировали. Именно поэтому агрессировали. Если честно, это напоминает мне один из многочисленных жизненных сценариев, которые есть у людей. В частности, вот ваша позиция, да, это позиция запрета на близость с мужчинами. Я, конечно, не знаю. Может быть, я здесь ошибаюсь. Но просто подумайте об этом. Дальше. Значит, я его умолял вернуться и дать шанс. У него был сердечный приступ. Ну вот смотрите, да, здесь противоречено. Если вы умоляет его вернуться и дать шанс, но при том, что у него был сердечный приступ, кстати, когда? И где, и как? У него был сердечный приступ до или после? Потому что, ведь, в момент, вроде, спали в одной постели, он приготовил вам кофе, обнимал и так далее. То есть, сердечного приступа у него вроде не было. А если вам важнее его здоровье, то, по идее, вы хотите, чтобы сердечного приступа больше не повторилось. Если вы хотите, чтобы сердечного приступа больше не повторилось, то, опять же, я не вижу, чтобы вы что-то делали для того, чтобы приступов агрессии больше не случалось. А потом сказал, кто любит, поцеловал и попросил дать ему время на подумать. Казалось бы. Ну хорошо. Если вы переступили порог дозволенного для мужчины, ну, то есть, если для него, например, неприемлемо, когда женщина поднимает на него руку. Ну, допустим, допустим, допустим. Если вы переступили порог дозволенного, то ему действительно нужно подумать. Потому что это для него новое, это для него необычное, и... Ему требуется время для того, чтобы адаптироваться к этой новой реальности. Вот. Человеку, ну, нужно, к сожалению, иногда время для того, чтобы адаптироваться к новой реальности. Вы же такое впечатление, что это время ему дать абсолютно не готовы. То есть, вы их пищите. Он сказал, что любит, поцеловал и попросил дать ему время. Это поведение взрослого человека. Я весь день прорыдала, и это поведение ребенка. Скажите, а по поводу чего вы рыдали? Вот конкретно. По поводу чего вы рыдали? Из-за чего плакали? Чувствовали потерю, наверное. Наверное, чувствовали потерю. Что, ну, теряете. Теряете, например, что-то важное с уходом молодого человека. И меня, как психолога, волнует именно это. Что вы чувствовали? По поводу чего вы чувствовали? Что это за эмоциональная установка? То есть, как я реагирую на трудность, как я реагирую на ту или иную, например, проблему. Вот это важно для вас. Если вы хотите понять, что с вами происходит, если вы хотите сохранить отношения, то понимание этих аспектов крайне важно для вас. Ну и для будущего отношения ваших, в принципе, тоже. Дальше. Потом он написал, что решил расстаться. Опять же, это поведение взрослого человека. Но вы говорите, что выпросили у него две недели. Так. Так. Что доказать, что я больше такого не допущу. Дана, вы не сможете такого не допустить. Потому что это работа над собой. Агрессия появилась не здесь и сейчас. Агрессия появилась когда-то. И она связана с чем-то. на это. Поэтому вы даете заведомо ложные обещания. Но даже не это самое главное, а то, что вы говорите, что выпросило. Это уже не отношения взрослый-взрослый. Это уже отношения ребенок. Ребенок-родитель. То есть вы просите у родителя, молодого человека, будучи ребенком, что-то для себя. Как вы думаете, такое отношение способствует желанию молодого человека быть с вами? Как вы сами считаете? Далее. Вы опять же говорите, что выпросили. Для чего? Что вы хотели? Понимаете ли вы, вот просто понимаете ли вы, что выпрашивая подобные вещи, вы делаете это для себя? То есть поступаете эгоистично. А в эгоистичном поведении, в самом по себе, эгоистичном поведении, нет ничего страшного. Именно в эгоистичном, в эгоистичном поведении, в самом по себе, ничего страшного нет. Но, это поведение, не должно касаться других людей. Тогда оно адекватно. Вы же просите своего молодого человека, выпрашиваете его, умоляете его, унижаете перед ним, для получения, того, что нужно, вам. И это, позиция, является, грани деструк, деструктивной, для отношений. Понимаете? Поэтому, здесь, вам, необходимо, анализировать свою, попрямочную сферу. То есть, что вы хотите, как вы хотите, какие у вас желания, какие противоречия, какие чувства возникают, во всей этой ситуации. имеют ли они отношение к молодому человеку. И, как правило, как правило, они не имеют. Потому что, все, что вы принесли, вот, ну, в отношениях, все это, скорее всего, родам и известно. это ваш способ реагировать на подобные конфликтные ситуации. Так, значит, доказать. Я больше такого не допущу. Ну, что я могу сказать, пожалуй, вы сами здесь спривоцировали тот факт, что молодой человек не захотел, скажем так, с вами быть. Потому что предлагать, доказать что-либо, априори, значит, поставить в условность. если я докажу, мы будем вместе, если я не докажу, вместе мы не будем. То есть, вы сами, вы сами, молодому человеку предлагаете принимать вас условно. при условии, что вы докажете, вас можно будет принять. В противном случае, принять вас будет нельзя. понимаете? И молодой человек, скорее всего, сам, не понимая того, что он делает, не хочет играть в эту игру, игру в доказывание. что, в общем-то, весьма правильно, потому что за ней ничего не стоит. С этого момента, когда вы начали просить у молодого человека позволить вам доказать, ваши отношения завершились. Те прежние отношения завершились. Когда молодой человек говорит, что ему нужно подумать, они еще не завершились. Когда молодой человек написал, что решил расстаться, они не завершились, потому что это слова. Мужчина так не мог написать, что не может без вас. Но когда вы начали просить доказать, ополжение завершились. В том, привычном понимании этого слова, эмоциональные, чувственные отношения. И начались отношения по расчету. Он сам позвонил мне, и после разговора дал мне две недели. Ну, вы считаете, что это нормально для любящего человека, да, ну, вроде как любящего человека, давать две недели любимому человеку, якобы любимому человеку, на то, чтобы что-то доказать. Вы сами не считаете это формальностью. Тихо. Сегодня я ему написала сама, и спросила про его тесночувствие, и пожелала хорошего дня. Ну, непонятно. Опять же, общались ли вы до этого? Вот эти вот все две недели. То есть сегодня, сегодня это когда? Сегодня это сколько времени прошло? Сегодня. То есть, тут вот, конечно, не совсем понятен временной промежуток. Я ему написал сама. Опять же, для чего? Для чего вы написали? И вот так. Если он вам дал две недели доказать, что вам по-хорошему нужно работать над собой. Обратиться, например, к врачу, к психологу, вам некогда было бы писать ему. И молодой человек, человек чувствует это, что вы пишете ему, значит, вы ориентированы на него, а значит, у вас ничего не меняется. Днем, вроде бы, общались по переписке, все было нормально. Вечерман спросил, что мы делаем. Да, мне тоже интересно, что вы делаете. Потому что вы не написали ничего о том, чтобы указывало на корректирование причин вспышек агрессии у вас. Я сказал, что все, пробуем все исправить. Как именно? Как вы пробуете все исправить? Общение это не исправление всего. Это первое. Второе. Все исправить, во-первых, что все исправить? То есть, что конкретно все вы имеете в виду? Имеете в виду? ибо у каждого человека, в принципе, ну, свое представление о том, что такое все. Это первое. Второе. Все исправить? То есть, вы хотите сказать, все вернуть? как было? Невозможно. Потому что отношения ваши, они переживают определенный кризис. Кризис, это опыт. Опыт людей меняют. поэтому, эээ, нельзя говорить о том, что вы просто возьмете и вернете все как, ну, как было. Это, опять же, детская позиция. думать, что вы сможете вернуть все как было. Человек уже другой. Вы уже другая. Может быть, в меньшей степени, но, но вы другая. И, до тех пор, пока вы, не примете этого факта. Вы не сможете двигаться вперед. А не имея возможности двигаться вперед, вы не сможете сохранить ваши отношения. Как бы вам этого не хотелось. Амбы. Идем дальше. Я сказала, пробуем все исправить. И спросила его, можем ли мы попробовать. Так вы пробует, или можно ли попробовать? Непонятно. Да? То есть, получается, что вы, по мнению молодого человека, не начинали еще это делать. Опять же, вы, по мнению молодого человека, не уверены в себе, раз вы ориентируетесь на него. Тут противоречие. Вы пробуете, или, спрашиваете, можем ли мы попробовать. Потом, что именно молодой человек сделал не так? Вроде как, вспышка агрессии была у вас. Ударили его, вроде как, тоже вы. То есть, почему молодой человек должен исправлять, ну, что-то? Тоже непонятно. Ведь если, то вы, эээ, стали, источником, какой-то ситуации, то в первую очередь, вам нужно исправлять, и не с ним. И молодой человек все это понимает. Он сказал, мы и делаем, мы и делаем уже. Ну, знаете, мне непонятно, о чем, если честно, идет речь. Потом написал, что он дал мне эти две недели ради меня, и я просто в пустую трачу время. Это честно. Он уже все решил. Тоже честно. Я сказал им, что ты же сказал, что мы пробудем, значит это идет от обоих. Не очень понятно, что имеется, что вы имеете ввиду, что мы пробудем. На то он сказал, сразу ему пора спать, и он хочет побыть один. Ну, а здесь можно интерпретировать ситуацию по-разному. То есть, либо он боится ответственности, либо он избегает вашего преследовательского тона, и вашей преследовательской модели поведения по отношению к нему. Вот. Зная, например, что проблематично несколько будет вам что-либо доказать в этой ситуации. Вопрос. Ему правда не нужно это, или он просто сейчас на эмоции, ему нужно дать время на обдумывание. Ну, вообще-то говоря, дать время на обдумывание ему нужно было еще сразу, когда он об этом только попросил. Попросил. Вот. И если вы не дали тогда, то я сильно сомневаюсь, что вы дадите ему сейчас. Второе. Отношения ему не нужны в том виде, в каком они есть сейчас. И вы, скорее всего, ему точно-точно не нужны в том виде, в каком вы есть сейчас. То есть, в том смысле, что вы можете вспылить и его ударить. И он не видит, что вы как-то меняетесь. Если честно, то и я не вижу, чтобы вы как-то менялись. Пока все, что я вижу, это то, что вы ориентированы на него. Не на себя, а на него. Вы не любите себя, потому что вы допускаете унижение и принижение, обесценивание себя. Если вы не любите себя, то и молодой человек не может любить за двоих. И себя, и вас. Понимаете? Поэтому, может быть, у него есть сам чувство, но с той вами, какая вы есть сейчас, он быть не может и не хочет. Потому что, а, это неприятно, вы его бьете, б, это эмоционально, его это ощущает, потому что он любит вас обоих за двоих. Ну, по крайней мере, исходя из того, что я увидел. Вот. Как я уже сказал, эм, несколько странно поведение мужчины. Да? Вот. Что в этой ситуации вам нужно сделать? В этой, в этой ситуации вам нужно а осредоточиться не на нем, а на себе. В этой ситуации нужно, чтобы вы работали именно над своей проблематикой агрессии, над своей проблематикой слез по поводу того, что он уходит, над своей проблематикой умоляния вернуться его, вернуть, ну, умоляния его вернуться, над своей потребностной сферой, чтобы стать более самостоятельной, более независимой, более гармоничной, более взрослой. И тогда, представ перед ним женщиной, самодостаточной, любившей себя, встретившей себя, вы сможете, возможно, его вернуть. При условии, конечно, что у него есть к вам чувства. Но делать это всё нужно не для него, а для себя. Если вы будете всё это делать для него, то у вас будут ожидания постоянные по результатам. И если их не будет результатов, то вы будете испытывать разочарование и потерю мотивации что-либо делать. Я думаю, что это не сыграет какую-либо хорошую роль в том, что вы хотите. Поэтому задайте себе вопрос, какая женщина должна быть с вашим мужчиной, какой женщины достоин ваш мужчина. Являетесь ли вы той женщиной, если нет, то сделайте это, сделайте так, чтобы вы ей были, но только при условии, если вы сами этого хотите. Понятно. Я думаю, что так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.